Спасибо большое вашим музыкантам. Я получил настоящее духовное наслаждение, слушая эту музыку. А также погрузился в благословение от вашей пылкой и ревностной молитвы. Искренне надеюсь, что вы будете настолько же внимательны и слушать. А после собрания мы это, конечно же, проверим. Я попрошу включить первый слайд нашей презентации. После чего мы совершим прямо здесь небольшой офтальмотологический эксперимент. Для этого нам понадобится один человек со стопроцентным зрением. Если есть смелый доброволец, милости прошу сцену. Это безболезненная манипуляция. Вы не пострадаете. Есть смельчак один? Есть? Есть. У кого зрение хорошее, кто очки не носит? Прошу. Спасибо. Так, встанем следующим образом. У меня на листе бумаги такое же изображение, как на экране. Здесь два знака. Что мы делаем? Левый глаз нужно, правый глаз нужно закрыть. А левым глазом открытым. Смотрим на крестик в кружочке. При этом боковым зрением воспринимается левый крестик тоже. Друзья, вы зал это напрасно делаете, у вас ничего не получится. И же весь зал закрыт. Закрыли правый, а левым смотрим сюда. Я начинаю приближать лист бумаги. Мы смотрим в правый кружочек. Мы смотрим в правый кружочек. Должен наступить момент, когда левый крестик исчезает. Я начинаю отдалять, и он снова появляется. То есть крестик исчез. И при этом 100% зрения. Я на себе это тоже пробовал. У меня тоже крестик исчезает. Спасибо. Спасибо. А вывод-то очень простой. Оказывается, людей со 100% зрением не существует. Мы видим не все, друзья. Существенная часть действительности не воспринимается физическим зрением. Этому есть биологическое объяснение. Следующий слайд, пожалуйста. Человек... Человеческий глаз имеет очень сложное устройство. Обратите внимание, что к нему присоединен зрительный нерв. Так вот, в области соединения зрительного нерва с сосудистой оболочкой Отсутствуют фоторецепторы. Отсутствуют фоторецепторы. Фоторецепторы are absent there. Поэтому, therefore, определенная часть картинки не воспринимается человеческим глазом. Что мы с вами и доказали. Называется это явление. Слепая зона. This phenomenon is called a blind spot. Но слепая зона. Yet this blind spot. Касается не только человеческого зрения. Does not just concern the human vision. Есть и другие области жизни. There are other spheres of life. В которых мы сталкиваемся с этим явлением. Следующий слайд. Let's turn on the next slide. Все американцы управляют автомобилями, правда? All Americans are driving cars, right? Ну, это глаз человеческий. Дальше. This is the human eye. Let's move on to the next slide. О! This is it. Конечеловек. Horse and man. В чем разница? What is the difference? Зеленой зоной здесь обозначена область the green region that you see is the region binocular vision. То есть, да, то, что человек двумя глазами видит. What person sees with two eyes у коня она маленькая. It is very small. This region is very small from the horse's perspective. Желтым цветом обозначена зона, в которой мы видим одним глазом. And the yellow sphere is the visual scope of our vision, which we can see through one eye. То есть, смотрите, черным цветом обозначена зона слепая. And the black region that you see is the invisible zone. The one with blind spot. Мы не видим то, что над головой или сзади нас. Obviously, we cannot see something that is behind our head or above us. Мы не все видим. We cannot see everything. Чтобы видеть на 360 градусов нужно вертеть головой. In order to see for 360 degrees all around us, we need to spin our heads all around. Коню лучше, кстати. Horses, by the way, they have a better vision. У него глаза вынесены вбок. Their eyes are kind of on the side. Чтобы он воспринимал пространство по кругу. Therefore, he can perceive the surroundings around it. Это важно, потому что за ним этот волк гонится. This is vital because because as the wolf is running pursuing the course, конь может видеть то, что впереди, то, что сзади. The horse can see something that is in the front and also something that's going on behind him. Ему лучше, чем человек. For him, his scope of vision is better than that of man. Ведь есть существа еще с более совершенным зрением. But there are still animals who still have yet better vision than us. Следующий слайд. And then horses. Вот, смотрите, масса вариантов. Look, this is a great variety over here. И еще следующий. And then the next slide. Я задумался. And I pondered to myself. Какова картина мира, которая складывается в мозге этого существа. Он же из одного глаза сам себя видит, другой глаз. То есть, как это все. From one eye, this creature can see his own self. Но ему лучше, чем нам. But it's still better for this creature than for us. Он в пространстве ориентируется лучше, чем мы. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и, наконец, автомобильные дела. Вам всем знакомо движение по фривею. Мне нравятся американские фривеи. Чем больше полос, тем лучше. Да. Но у меня русская закалка. Поэтому на вашем фривее я был непобедим. Фривей — это здорово. Скорость. Движение. Но и опасность тоже. И, насколько я знаю, здесь в автошколах учат водителей следующий образ. Недостаточно посмотреть боковое зеркало. Прежде чем совершить маневр, нужно повернуть голову. Потому что у водителя тоже есть слепая зона. Если я движусь по фривею, и вижу автомобиль сзади, вдруг он начинает обгонять меня, он исчезает в среднем зеркале. Появляется он в боковом. Потом исчезает из бокового зеркала. Но глазами я его еще не вижу. Вот здесь-то и возникает слепая зона. Послушайте, это серьезная угроза для жизни человека. Для его материального благополучия. Особенно опасно, когда дело идет о грузовиках. Европейская комиссия и представители Международного Союза Автомобильного Транспорта провели уникальное исследование, в ходе которого выяснилось, что 75% дорожно-транспортных происшествий с участием грузовых машин случаются именно из-за печально известных слепых зон. Это объяснимо. Грузовик высокий. Обзор плохой в боковые окна. Водитель может не заметить невысокую машинку. Поэтому, когда рядом тракт, нужно вести себя аккуратно. Особенно, если вы движетесь справа от него. Затопчет, даже не заметит. Но что наиболее важно для нас с вами, дорогие христиане, эффект слепых зон он упомянут Спасителем в Евангелии. Это явление может иметь и духовный характер. Напомню вам, несколько текстов в Писании. Книга пророка Исаии, 43-я глава. В восьмом стихе. Бог говорит, выведи народ слепой. Хотя у них есть глаза. И глухой, хотя у него есть уши. Вспомните комментарии Иисуса о фарисеях. Слепой фарисея чистит прежде внутренности. А blind pharisee, please, first clean the inside of the cup. И еще, если слепой ведет слепого, оба упадут в ям. В книге Откровения Слово Божье рекомендует нам почистить глаза глазной мазью, чтобы видеть. И, наконец, Нагорная проповедь Христа. Читаю шестой главы. I will read from chapter 6. 6.22 The eye is the lamp of the body. Итак, если око твое будет чисто, то So then if your eye is clear, то и все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? How great is the darkness? Особое внимание на 23 стих. Let's turn a special attention to verse 23 over here. О чем здесь рассуждает Божий Сын? What is the Son of Man discussing over here? The Son of God discussing over here? Ведет ли Он речь об офтальматологии? Is He discussing офтальмологии? Конечно, нет. Surely not. Он о другом. He is discussing something else. Иисус имел в виду следующее. Christ meant by these words the following. Существует взаимосвязь. There is an interactive connection между тем with this. Как сознание человека воспринимает действительность. Between how the consciousness of man interprets reality и внутренним самочувствием человека. And between the inner sensation of man. Inner perception. In other words, духовное здоровье личности the spiritual health of a personality is consisting of inner spiritual peace. состояние души. The condition of the soul зависит depends upon от функции сознания. Upon the function of the consciousness. От того, как человек видит жизнь, мир. Upon how man perceives a reality this world his surroundings. Как человек видит себя. How man views his own self. Как человек видит другого. How man perceives his neighbor. И как человек воспринимает духовную действительность. And also how man perceives the spiritual reality around him. Многое в жизни человека зависит от того, как он видит. Much in man's life depends on his visual perspective. Следующий слайд, пожалуйста. Next slide, please. Эту таблицу this chart, this table составил американский автор has been created by an American author. На мой взгляд очень удачный вариант. And to me it seems like a very beneficial example. There is also a blind spot mentioned here. Речь о личности человека. The personality of man is being discussed. То есть в каждом из нас есть то, что известно нам и известно про нас другим. In other words, there is something within every single one of us that is known to us and also to those who surround us. В каждом из нас и во мне and every single one of us and also in me есть то, что мне известно про себя а другим нет. There is something that I know about myself yet others do not know this fact about me. То есть определенные сведения о себе мы скрываем. In other words, concrete information about ourselves, some of it, we conceal it. Not everybody is of an open soul living their life like this. Есть скрытые в каждом из нас. There is a hidden part within every individual. And it is a good thing that we don't present everything openly about ourselves. Мы имеем личную жизнь. We possess also our private life, our personal life. I apologize, we still need a slide. Есть человек и то, что in other words, a man has something within himself то, что никому неизвестно. Something that is unknown to others. Другим неизвестно, мне про себя неизвестно. His neighbors do not know about it, I do not know about it even. Но каждый из нас тайна, загадка. Yet however, it's a mystery for every single one of us. Очень красивая иллюстрация. There is a beautiful illustration about this phenomenon. A man is like an apartment which doesn't have a ceiling doesn't have a ceiling, doesn't have an attic to the Lord. There is an eternity, a limitless space and also the basement is also just a pit, a vastness. посередине между этими мирами. And we exist in a middle levitating in the middle of these two spaces. Каждый несет себе тайну. And every single person carries a mystery within himself. Но вот меня интересует слепая зона. For instance, I am interested in a blind zone. В восприятии человеком себя. In the perception of man about his own self. apparently there is something within me that I don't even know about myself. Other people, however, do know this thing about me. Мне это не нравится. I do not enjoy this fact. Это тревожная новость. This is alarming news. То есть, in other words, вы можете во мне что-то замечать. You may notice something about me. Люди давно знакомые со мной. And people, my long-time acquaintances, что-то видят во мне. Have seen something in me. Возможно, недостатки некоторые. Perhaps some of my flaws. И мне об этом не говорят. And they did not even mention those to me. А я этого сам не вижу. And I myself do not see this. И у меня нет никаких шансов обнаружить. And I have no chances of even discovering this. Потому что это моя слепая зона. Because this is my blind spot, undiscovered spot. Друзья, слепая зона может иметь социальный характер. Can possess a social character. Can adapt to social character. Это касается взаимоотношений с другими людьми. This concerns or interactions with other people. Так вот. So, therefore, в этой сфере происходит сбой. If in this sphere there's some sort of a flaw, это работает как слепая зона в автомобиле. Some sort of irregularity that functions in the same way as the blind zone when we drive in our cars. Не заметил вовремя машину. Авария случилась. If you don't notice the car passing next to you on time, an accident occurs. Искорежное железо. And then metal, twisted metal. Сломанные конечности. And also broken extremities. Problema. This is a problem. If человеческие судьбы сталкиваются. And if human destinies collide. If characters соприкасаются. Destructивно. If characters destructively collide with one another, encounter one another. результат страшнее. The result is devastating. Это не просто искорежное железо. This is not merely a collection of twisted metal. Нередко это души сломанное. And often times broken souls is the result. Судьбы покалечены. And also fates, damaged fates. Семьи переживающие больно прижжение. Families are experiencing pain. Продемонстрирую. I will demonstrate this to you. And also in this on a practical level. Давно-давно к нам приезжал гости Соединенных Штатов. A long time ago we had a visitor from the United States. Проповедник. Это еще 90-е годы. They were still in the 90s. And the spouse of the pastor invited him to visit. А у нее в комнате лежал такой большой светлый ковер. And in her room she had this rug lightly colored. Ну, как вы знаете, в Соединенных Штатах часто они снимают обувь, заходя в дом. And as you know, in the United States they often abstain from taking off their footwear when they come inside the house. Ну, в России всегда снимают. Yet in Russia you always take off your shoes. That is a common custom. Мы еще не победили грязь. We still have not overcome dirt. Мы на пути, но we're on our way to overcoming dirt but we're still not there yet. Особенно в межсезонье. Especially in the season. Осень и весна. Там много грязи. Fall and spring. There's a lot of mud there everywhere. Это добродушный служитель. And this gracious minister с грязной улицы from a dirty street прямо в дом right in the house на белый ковер upon this white rug сел на диван еще нога на ногу закинул по-американски. He sits down on a couch and even throws one foot over another as Americans are accustomed to doing. Прочувствуйте бурю чувств поднявшуюся в душе жены пастора. And just imagine the storm of emotions that wife's pastor experienced at that moment. в обуви, на ковер. He's in his footwear. He's just stepping on the rug. Следы такие остались. Leaving tracks behind him. А пастор, а гость себя чувствовал прекрасно. The guest felt fine. Perfectly fine. Просто он чего-то не знал. He simply did not know something. He wasn't aware of something. Про нашу культуру, про эту семью. About our culture, about this family. Часть российская действительно осталась вне поля зрения. The part of Russian reality was in his invisible spot. It was something that was not visible to him in his blind spot. Another example, also another practical example. People are sitting around. They're drinking tea. Хозяин угощает их гостеприимством. And the master of the house is hospitable. He's treating them as guests. But you can see that all of a sudden one guest refuses his hospitality. He says, well, I'll consume all else, but I will refuse this tea. And they're trying to persuade him to try it, yet he still refuses. He's very observant. He's very observant. A little too observant. He sees this person next to him. He sees this person next to him. Touch something. He scratched his armpit. And then he grabbed the outside of the cup with his fingers afterwards. ставит перед другом and говорит, угощается от всей души. Then he places this cup holding it on the outside where the person is supposed to drink from him. He places this in front of him. Наблюдательный подумал. The observant individual thought to himself. And immediately he made the connection. Подмышки. Under the armpit. Биохимия. And biochemistry. Край кружки. And the edge of the cup. Мой рот. Then my mouth. Нет, спасибо в следующий раз. No, thank you. I will try this some other time. То есть, товарищ, подавший кружку, тоже чего-то не видел. In other words, the friend who has given him this cup off, so he himself did not notice something. не понимал про эту ситуацию. Это вне поля зрения для него. В слепой зоне для него. Хорошо, если ему помогут прозреть. Но вот так возникают маленькие неполадки в отношениях. А есть более существенные ситуации. Семья в церкви. Прекрасная молодая семья. Она такая золушка. Она мужу служит, всем служит. Муж только ее повел, она знает, чего он хочет. Все желания господина на полуслове понимает. Он другой немножко. В своих глазах очень весомый. В своих глазах очень весомый. Может быть, единственный сын в семье, привык к вниманию родителей. Он чувствует себя центром мира. И он как-то интуитивно так чувствует жизнь. Все должны ему служить, особенно жена. И вот окружающие смотрят на эту картину. И видят, что отношения неравны. она суетится, пашет на него золото, чистит все. А он потребитель, королем себя чувствует. He's a consumer and he feels himself like a king. Качают головой. Сочувствуют ей. Perhaps he has sympathy. Не знают, как до него достучаться. She's not sure how to knock upon his heart. Это закрытая тема. This is a close topic of discussion. Замечания такие делают некорректно. He makes, perhaps, these comments that are not necessarily appropriate. А для мужчины это в слепой зоне. Но он так жил с детства. Но this is how he lived his life since childhood. С рождения. From his birth. Там дети, родители его в попу целовали. The parents just kissed him on a bar. Любые игрушки ему. They gave him all the toys that he wanted. Гаджеты. Потом машины. Various gadgets and cars. They've provided everything for their beloved son. Общество таким сделало. And that's how he now views the society that surrounds him. Вот таково самоощущение его король. в своих глазах. This is how he perceives his own self as a king in his own eyes. А королю слуги нужны всегда. And of course, king always mandates servants. He requires servants. Он не виноват, что для него это в слепой зоне. Of course, this is not his fault that this is the blind spot for him. Но должен наступить момент прозрения об этом. Yet a moment of clarity has to come about. Должен наступить момент, когда глаза откроются. A moment of clarity when his eyes are open all of a sudden. Иначе отношения в этой семье будут развиваться не так, неправильно. Or on the contrary, the relationships in this family might be developed in the wrong way. Таких ситуаций немало в жизни. Such situations are quite common in life. Когда мы чего-то не видим в себе. When we don't see something about our own selves. Или мы чего-то не видим в других. вспомните Христа. Когда к Нему привели блудную женщину. When all of a sudden this woman approached Jesus Christ who was a prostitute. Насколько разной была реакция Спасителя и общества. How different were the reactions of the society and that of Jesus. А ведь она была виновата на сто процентов. Yet she was guilty of her promiscuity hundred percent guilty. Но Божий Сын в этой ситуации узрел что-то чего не видели. Yet God's Son perceived something in the situation that the society around Him did not perceive. И поэтому Он нашел правильный выход из ситуации. Therefore He found the correct solution to the situation. Нам нужно научиться видеть жизнь Его глазами, друзья. Местный американский автор Стивен Кови описывает интересную ситуацию в своей книге. Он пишет, как однажды вошел в вагон метро и с ним вошла туда семья. Мужчина с детьми. Мужчина сел и погрузился в нирвану сразу. Он даже не шевелился. Контуженный такой. Дети наоборот. Yet children, however, were different. Они вели себя шумно вызывающе. They behaved themselves in a very loud obtrusive manner even. Мешали пассажирам. They were annoying other passengers bothering them. Он не выдержал и сделал мужчине замечание. And he could no longer restrain himself and he made a one man could no longer restrain himself and made a comment to the father. Да обуздайте вы своих детей уже. И автор книги пишет, что испытал неприязненное чувство в отношении этого мужчины. And the author wrote down specifically that he experienced an unpleasant emotion towards this person. После замечания отец торопянулся. And after the comment, of course, the man was stirred тут же принес извинения. It's like he awoke and brought his apology and he explained the situation that occurred. He said, I apologize, I don't know. I'm not sure how to handle this difficult situation. We are just now riding back from the hospital. Там лежала жена моя. My wife was there in the hospital. Она скончалась и мы получили эту новость только что. She passed away and we just received the news. and we don't know how to react to this situation, to this tragedy. And apparently the children are in the state of shock at the moment. Стивен Кови тут же почувствовал, что взамен неприязнь и огорчение that instead of bitterness and disappointment all of a sudden compassion and sympathy awoke in his heart. Навернулись слезы. And all of a sudden tears started to stream down his face. Он испытал глубокое милосердие. в отношении этих детей. He experienced deep compassion towards these children. Получается следующая картина. Apparently the picture all of a sudden changes. Минуту назад он негодовал. Changes completely. A minute ago he was irritable. He did not enjoy what was happening. Он готов был грубить, разбираться. He was ready to become rude to try to solve the situation with his own words. Минуту спустя just a minute passes and now he is prepared to give everything he could to these children and embrace these children sacrifice something for these children. Причем это те же самые люди. Yet these children are the same. These people did not change. А что изменилось? Yet what changed in his perception? Что повлияло? What influenced him? Почему такая резкая перемена в отношениях? Why such a great change towards these children? Why such a change in attitude? Изменилось только одно. One thing changed. Степень осведомленности. The degree of awareness. Стивен Кови узнал больше о них. Стивен Кови found out more about the situation, about the quandary. Увеличил свое представление об этих людях. He increased his scope of knowledge about these children. Он сузил слепую зону. And he narrowed down his blind spot и он стал лучше понимать этих людей. And he began to understand these people better. Друзья, нам всем необходимо регулярное прозрение. Friends, we all need these regular moments of clarity, of clarification. Прозревать в Боге. We need to see more clear in God. Применительных своему духовному росту. And then we need to apply these principles to our spiritual growth. Касательно взаимоотношений с ближними. In regards to our neighbors. Касательно будущего наших церквей. And also in regards to the future of our churches. Касательно будущего нашей культуры, цивилизации. In regard to our culture and regard to our civilization. Касательно будущего мира. And also concerning the world that is to come. Нам нужно прозревать в Боге. We need to see more clear in God. Мы должны научиться видеть действительность. Его глаза. We need to see the reality through his own perspective, through his eyes. Нам нужен пророческий взгляд Христа на все. We need a prophetic field of vision through Christ. Я подскажу несколько простых шагов. I'm going to suggest a couple of simple practical steps for you. Выполнив которые. Upon fulfilling which you shall narrow down your blind spot. Самое первое. The first step is this. То же самое, что мы в машине делаем. То же самое. It is a very similar process to what we're doing when we're driving our cars. Зеркала. Mirrors. Зеркала. Mirrors. Они помогают нам видеть больше. They assist us in seeing more. Это удобно. It is a very convenient object. Не хочу углубляться в эту сферу. I don't want to go deeper into this sphere, explain myself further. Современные социологи, психологи, and of course the modern sociologists and philosophers and psychologists right now they're speaking as if they're speaking in one voice. The most effective way to develop your personality is through a mirror. A social mirror. And what is this mirror? That mirror is another person. We ourselves can only find, discover things about ourselves through other people. receiving a reaction from other people. Of course a child views himself through the eyes of the parents. Attending his school the child explains who he is. In the Russian schools the explanation is very brief, very clear, very swift. There are so many revelations starting for the first day. Likewise in the church my friends. we need one another. But this is what I'm speaking about right now. In order for myself to work upon my blind zone I first need advice of a spiritually competent person. I need a counselor, a mentor. I need an instructor, a teacher. Peter, Tomas, of course they did not immediately become apostles. Somebody made a correct comment. took apostol and did a apostol. Here it is. A apostol I thought you said a apostol first he took this common vulgar man and he created apostles from them. Basically from peasants to teachers. and of course they apostles they grew they developed because they had a teacher to attend them. Every single one of us needs a mentor who will mention to us what we need to change. Friends, especially the contemporary European culture where the human rights are guarded very vigilantly. Where the mysteries the secrets of private life are being guarded. Why the cameras are not standing on the roads in America. The rush is completely filled with cameras now. The cops are still on the streets with these radars. Your police officers are still running around with their radar guns in the streets. We just receive fines one after another in the mail. Apparently you don't have these sensitive cameras over here in your streets because what if there's a lover driving with a mistress? And then the wife receives a letter with a picture finding out something she had not known before. what like this is the society that you're living in you cannot tell the other person that they are abnormal that they're an aberration. listen let's read the apostle Paul where he specifically mentioned the problems that the churches had. love that children and everyone to those who prefer bestiality or homosexuality he wrote to them specifically and placed the final point upon that thought Иисусов Откровений И также Ну, семи церквям посланий в книге Откровений Очень конкретная оценка каждой церкви Невозможно развиваться без критического отношения к себе Невозможно развиваться, если кто-то не даст мне адекватную оценку Нам нужно зеркала Чтоб не получилось как в той сказке европейской С голым королем Помните ее? То есть ему в сельстиле А он голый по дворцу ходил там А все делают вид, что он в одежде И зеркало не дают ему Кто украл наши зеркала, братья и сестры? Почему нам так трудно в простоте поговорить с кем-то о своих проблемах? Для духовного развития это необходимо Но, но Выбирать зеркала нужно правильно Потому что они кривые могут быть Потому что они кривые могут быть Они могут искажать картинку Когда вы выбираете для себя Тип личности, тип поведения Ищите правильных консультантов Можно слайд там, следующий? Можно слайд там, следующий? Я думаю, что С этими консультантами являются служители в церквях Да не то, что я хотел Все, впереди не было ничего, да? Ну ладно То есть, я что хочу сказать Выбирайте себе духовно зрелый консультант Если молодой человек сравнивает себя там с персонажами в телевизоре Это печально для него Потому что это кривые зеркала Потому чтоcolored знаки Если христиане равняются на какие-то иконы стиля светского общества Это печально для них это плохие зеркала ищите правильное зеркало и оно точно в церкви подойдите к человеку попросите встречи, консультации и скажите ему только попросите быть честным чтобы он сказал вам не только о ваших лучших качествах но чтобы он сказал вам то что мешает вам развиваться за критику надо дорого платить бизнесмены платят за нее бешеные деньги как выразился этот немецкий бизнесмен он говорит я всегда ищу другого богача который скажет мне ты бедняк Бода он говорит мне нужен человек который скажет мне ты бедняк потому что сразу появляется стимул к развитию ты видишь следующую ступень каждому из нас нужен человек который скажет ты в чем-то бедняк ты мало молишься это я думал что нормально молюсь там в России у себя пока мы в корейскую церковь не приехали в Казахстане как рассказал мне епископ из России приехал в Корею сделанную визитом вот утром стучаться в его номер в 5 утра да и говорит пошли помолимся пастор он говорит почему так рано но он потому что мы говорит не можем в 4 утра молиться ну в 5 нормально уже он говорит не причесался ну что там молитва в 5 утра кто на ней будет ну что там может быть в 5 утра серьезно все в пижамах придут заводят зал а там 15 тысяч сидит и ему не причесанному говорят веди молитву пастор нам нужен человек который скажет ты бедняк в твоих семейных взаимоотношениях ты можешь больше любить жену больше любить детей ты еще можешь любить жену ты можешь улучшить во взаимоотношениях в семье нам нужны эти зеркала друзья чтобы приближаться к совершенству in order to approach the state of perfection второй совет нам second piece of advice that I'm going to give нужно как бы ну we need to somehow учиться learn learn но я хочу другое слово использовать but I'm going to use a different word for this просвещение it's sort of an enlightenment это библейское слово this is a biblical word это связано со светом it's associated with light лучший вариант прогнать тьму the best option is to cast the darkness away больше света, братья и сестры больше просвещения more elimination я стимулирую вас and I urge you работайте с этой книгой I encourage you to work with this book работайте с богословской литературой work with theological literature не пренебрегайте образования do not neglect education не пренебрегайте переживаниями духовного характера do not despise spiritual emotions нам нужно соединяться с Божьим Духом do not despise spiritual experiences we need to unite ourselves more with God нам нужно просвещение we need a process of elimination чтобы сознание христианина существовало в Божьем свете so that the consciousness of a Christian would exist in our inner being и последнее, третье and last, a third piece of advice будьте внимательны к дружеским тычкам Духа Святого be attentive to when the Holy Spirit nudges you like so знаете, друзья сидят где-нибудь там в ресторанчике you know, perhaps friends are sitting somewhere in a restaurant around the table ну и когда незнакомая компания то есть малознакомые люди and when there are people whom they are not familiar with нужно вести себя правильно you need to behave yourself appropriately если один из участников обеда начал косячить if one of the participants started to go astray started to behave abnormally манеры подвели perhaps his manners have betrayed him колхозные повадки всплыли maybe some village type habits have appeared have 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 come up to the surface what would a good friend do as a result он тихонько так локнем его he nudges him a little bit with the elbow reminds him somehow or perhaps he steps on his foot even уверяю вас Дух Божий делает то же самое с каждым из нас and I'm persuading you that the Holy Spirit nudges us like so in the same process он подсказывает he gives us advice he gives us hints у вас вот в автомобилях современных в Америке in your contemporary cars in your modern cars in America я заметил новое устройство I noticed a new device именно для борьбы со слепыми зонами a device that is to prevent blind zones сбоку автомобиля датчик стоит there is a sensor on the side of the car а внутри около зеркала лампочка and inside next to the mirror there is this little light a little lamp и когда в слепой зоне автомобиль движется and when another car approaches when go passes through the blind zone да, индикатор сообщает об этом the indicator the sensor gives you information about this who has a car like this не понял who receives this notification очень удобно I've seen cars like this it's very convenient если в слепой зоне проблема загорается лампа if there is a problem in a blind zone you receive this notification through this signal по своей жизни я в этом неоднократно убеждался and in my own life I have been convinced of this multiple times по своей невоспитанности не опытности due to my lack of decorum or perhaps because I was behaving myself inappropriately at times я могу кого-то нечаянно задеть могу обидеть человека не нарочно просто эта слепая зона виновата it was without intention the problem deals with my blind zones я даже не почувствую I did not even sense anything after doing that but then all of a sudden then something is scratching up on my heart something is bothering me мира нет в сердце it's like I'm lacking peace inside my heart чувствую дискомфорт какой-то I feel some sort of a discomfort нельзя игнорировать такой дискомфорт you cannot ignore these notifications of discomfort это сигнал от Бога this is a signal from God himself ему нельзя игнорировать you may not ignore this это вот лампочка загорелась and this lamp comes on что-то слепой зоне происходит that means that something's happening in the blind zone там опасность возможно there is a possible danger никогда не игнорируйте эти сигналы never ignore these signals нельзя людей обижать you cannot offend people like this even accidentally relationships are very vital in God's eyes remember when Christ mentioned to us if you came to the altar and you remembered that your brother has something against you the majority of Christians behave themselves otherwise Lord everything is fine of me I'm in a spirit I'm in power everything is so precise and accurate in my life брат там дуется но это его проблема and the fact that my brother is offended that well that's his problem у меня нет проблем I however do not have any problems друзья мои my friends церковь church это такая особая духовно-социальная ткань it is a very special духовно-социальная 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 it's spiritual and social tissue it's a very special form of a tissue that is simultaneously social and spiritual в ней все взаимосвязаны and in this tissue in this web everybody is interconnected and even if your brother possesses a problem has an offense I cannot simply wave it and neglect it wave it away and neglect it Jesus tells us that we have to leave this we have to solve this before coming up to the altar resolve this offense and make peace first do not neglect God's signals do not neglect his notifications we need to grow together intertwine with the spirit so much чтобы видеть себя in order to see ourselves to see our neighbor жизнь to see life и Бога его глазами and God everything through his field of vision читал однажды one time I was reading this про ситуацию в Колумбии and about a situation in Колумбия много преступности в этой стране there is much criminal activity in that country и там в общем у человека глаза украли в больнице чтобы пересадить другим там что-то роговицу basically this man's eye tissue was stolen for a transplant from the hospital of a young man young man eyes of a young man и вот что чувствовала его мать and what what did his mother feel at that point when she found out about this her child will no longer see the light of day ever again the way that she sees this light of day друзья что чувствует Бог and friends what does God feel when наши глаза застилает какой-то туман our eyes are dimmed by fog when we see many other things that we're actually not even supposed to see yet we neglect the small things the simple things that are vitally necessary for life Бог желает чтобы мы смотрели друг на друга его глазами yet the Lord wants us to view one another with his eyes through his eyes he wants us to see the future through his field of vision we need to learn this process the field of vision of a Christian is filled with faith compassion mercy charity love hope wisdom я приглашаю вас к молитве I'm inviting you to a prayer I'm offering you to pray about very concrete things request the Almighty to disclose your eyes right now to pour light into your blind zones but be prepared for his answer may this not be another customary prayer когда он пошевелит ваше сердце but when he stirs your heart когда он даст сигнал when he grants you a signal отреагируйте have a reaction может быть сразу после служения позвони кому это нужно позвони подойди к человеку примирись реши вопрос и обязательно запланируй обратиться к зеркалу обязательно это поможет нам расти братья и сестры это называется работа над недостатками это нужно не только в бизнесе где мы зарабатываем деньги это нужно в церквях для духовного продвижения драгоценный Господь мы благодарим Тебя за то что Ты не оставил нас во тьме Ты не оставил нас без путеводителя Ты дал светильник для ноги человека Ты дал свет откровения Твоей церкви Ты наполнил сердца наши Духом Святым Ты открыл очи наши Господи чтобы мы видели правильно я молюсь Тебе посети каждого из нас научи нас честно относиться к себе справедливо и милосердно относиться к ближним Господи пусть возрастет наша осведомленность о себе о духовном мире о Царстве Твоем просвещай нас Господь просвещай нас Господь дай нам света в нашу жизнь боже пусть сокращаются слепые зоны дай нам внимательность к этим опасностям научи нас бодрствовать над своей жизнью научи нас держать глаза открытыми также я прошу Тебя Господи поговори с нашими сердцами Твоим Духом покажи те сферы где мы должны выровнять отношения покажи отношения в которые должно пройти исцеление и дай нам увидеть себя в зеркале и дай нам увидеть себя в зеркале себя настоящих подлинных чтобы мы могли изменяться и расти чтобы мы могли двигаться к совершенству просвети нас Господь мы молились об этом во имя Иисуса Христа аминь спасибо